Молочная продуктивность в России за последние пять лет показала совокупный среднегодовой темп роста более 5,5%. Мы вошли по продуктивности в мировой ТОП-20, обогнав ЕС. Но это только в разрезе сельхозорганизаций. И от США мы отстаем по-прежнему на целых 46%. Где же есть скрытые резервы продуктивности? Генетика, технологии, менеджмент, воспроизводство? Герой нашего выпуска напоминает. Продуктивность основывается на трех К. Коровах, кадрах и кормах. Как же на практике выстроена работа с каждым из этих аспектов у лидеров молочной отрасли? Сегодня мы в гостях у Аркадия Николаевича Пономарева, основателя компании Молвест, крупнейшего в Черноземье производителя готовой молочной продукции и третий в Российской Федерации компаний по переработке молока. Мы узнаем о том, почему производство полного цикла малоэффективны и с какими регуляторными рисками сталкиваются отрасли. Есть ли будущее у фермерских кооперативов и какие есть сложности с техническим оснащением? А также, почему глубокая переработка перспективная, но рискованная для инвесторов направление? Сегодня вопрос оснащенности, он достаточно остро стоит, особенно для крупных предприятий. Это и ремонтопригодность техники, оборудование, которым пользуются. Как Молвест сейчас с этим взаимодействует, как проходит этот период? Давайте говорить на эту тему откровенно. У нас нет вообще отечественного машиностроения, оборудования, которое используется в перерабатывающей промышленности. 99,9-х, это все оборудование импортное. У нас нет машиностроения сельскохозяйственного, потому что то, что оно есть, оно вообще работает на иностранных двигателях, иностранных коробках. Есть министерство, но нет промышленности. Вернемся тогда к вопросу, все же, наверное, структуры самой работы именно компании в молочной отрасли. И сейчас все чаще говорят о диверсификации и, скажем так, что отдавать какие-то отдельные элементы на аутсорс. Ну, то есть, чтобы вы, например, производили корма, специально знающие, умеющие это делать компании. У вас, получается, тоже есть, но она внутренняя диверсификация же, правильно? Тоже есть некие соображения, назовем так это, даже неправильно, что внутренний оборот компании должен составлять где-то порядка 20-30%, не более. для того, чтобы это была подушка безопасности, для того, чтобы можно было понимать себестоимость и стоимость, как мы чего покупаем, ну, для некого уверенности в завтрашние дни. Да мы и сейчас пользуемся многими вещами. Вот. Просто это процесс, который идет во времени, который идет в становлении этих компаний. И, соответственно, что-то отмирает внутри предприятия, где раньше сквозной цикл есть, принимается. Ну, я не говорю, что это все идет очень быстро, может быть, это и не очень нужно быстро делать, но идет потихонечку. То есть вы говорите о том, что вот этот внутренний производитель, то есть полного цикла как такового, от него надо уходить. От него надо уходить. Это нестабильная система. Это нестабильная система, потому что многие функции, так называемые, несвойственные. Ты эффективности там не получишь. Это можно делать в каких-то гигантских корпорациях, но насколько гигантские корпорации эффективны, у меня тоже большое сомнение. Сегодня мы находимся в той точке, в том периоде, когда много происходит изменений у нас. И регуляторные риски, которые есть в отрасли, их по-разному совершенно оценивают. Вот хотелось бы получить вашу оценку. Достаточно сложные регуляторные риски, связанные с темой экологии и природоохраны. Это зеленая поездка. То есть зачем нужно животноводство, потому что она выделяет углекислый газ. Ну, чушь это абсолютная и так далее. И второе, мы попадаем в тему, что есть некие упаковочные решения, которые сложно перерабатывать. И поэтому отрасль должна за это платить. Тут абсурдная вещь получается. Мы не выпускаем эти упаковочные решения, мы их покупаем с рынка. Почему мы за это должны платить, а не те, кто их делает, кто их производит. Почему они, сделав это, не понимают, как их можно перерабатывать. И опять же, почему нет такой организации, которая организует сбор и, собственно говоря, эту переработку. То есть пытаются за счет отрасли решить какие-то проблемы не отрасли. Это достаточно опасная вещь, поэтому там считают так, как кому-то удобно считать. Но самое главное, это финансовое бремя ложится на предприятие, соответственно, это перекладывается на потребителя. Это очень плохая практика. Мало того, мы условно готовы участвовать в каком-то варианте в этом направлении. Мы готовы за это, но не до беспредела же, а там хотят сделать это. То есть именно в этой части? Да, это вопрос такой опасный. Он опасный с точки зрения экономики и государства, потому что это связано не только с молочной отраслью. Давайте так говорить, в советское время собирали стеклотару, она была обменная, все это утилизировалось как-то. Как-то это было регламентировано. Как-то это было регламентировано. Сейчас разрешили, пластик, это, это, ну и потом, понимаете, если разрешен пластик и был разрешен, то в разрешении должно при выдаче его указываться, как этот пластик будет утилизироваться, каким образом и так далее. этого нет. Достаточно спорная тема по поводу так называемой вот этой маркировки. Я считаю, это избыточный учет, потому что у нас работает система Меркурия, которая встроена в систему учета молочной отрасли, именно встроенная. Ну, я могу так, если мы возьмем обыкновенный песок, то он меряется тоннами, правильно? Но не меряется количеством песчинок. Нам пытаются, да не пытаются, а уже фактически заставили мерить чуть ли не каждую песчинку, каждую единицу продукции. Это абсурд. Такие учеты в основном применяются для высокостоймостных изделий, но не так называемых таких общедоступных товарах народного потребления. Но ведь тут же речь, насколько я для себя понимаю, опять же, слушая диалоги на различных мероприятиях между теми, кто учитывает и теми, кого учитывают, условно. Здесь речь идет о том, что возникновение вот этого неизвестного молока и продуктов из этого неизвестного молока Меркурий все-таки не дает прослеживать. Неправильно. И появление на полке и обратно, то есть, ну, там какая-то логистика потеряна при работе с Меркурием или как-то не так дела обстоят? Меркурий абсолютно учитывает все. То есть, молоко, собственно говоря, состоит из двух базовых вещей, которые можно фальсифицировать, не учитывать. Это из белка и жира. Меркурий это учитывает. Учитывает в тоннах. И баланс предприятия, и внутренний учет каждого молочного предприятия, который заложен в налоговом учете, это все дает. Прослеживать каждую единицу бутылки и так далее, но в этом смысла нет никакого, потому что на бутылке написано срок изготовления, все уже написано. То есть, мы берем это дело, как бы дублируем, создаем проблемы и в торговых предприятиях, ну, так как торговые предприятия относятся к Минпромторгу, они молчат, вот, ну, нас заставили, мы, собственно говоря, и делаем, но не очень понимая, зачем. А какой бы был выход, ну, условно говоря, ведь это же дело, это тоже для чего-то, вот какой бы был выход, если бы не этот учет? Да нет, зачем, он есть выход, есть Меркурий, и все, этого достаточно, его надо соединить с налогооблагаемой базой, и все. То есть, а просто консолидация? И все, больше, ну, должна быть одна система работать. У нас, кстати, вы знаете, работают миллионы этих учетных систем, и мы говорим о цифровизации, кстати, это насчет эффективности. Каждая система требует с люди, которые руками туда что-то заносят, в отдельную систему, что-то проводят, между собой они не связаны, хотя можно это с одной точки все распространить. Но, если Меркурий, это система государственная, и мы понимаем, что это государственная, мало того, что мы ее правильно оценили, и она работает нормально, а частный знак, вернее, честный или частный, сложно сказать, она вообще частная компания, и, да-да-да, вы ее не знали? Нет. Для меня сейчас немножечко новость, честно говоря. Ну, это частная компания, которая собирает вот эти деньги, которые каждый вот этот значок стоит. Если государство решит, что это важно и нужно, на мой взгляд, целесообразнее интегрировать Меркурий, как государственную программу, ну, если даже надо за это заплатить, мы опять же готовы платить, но сейчас, получается, мы платим в частный карман. И не очень понимаем, для чего. еще одного тонкого момента хотела бы коснуться, это вопрос кадров. Сейчас мы не говорим в целом про дефицит в рабочих, это понятно. Сейчас, наверное, вопрос, в общем-то, больше к специалистам. давайте так говорить, мы с вами беседовали, да, и обсуждали тему, что связь между наукой и производством потеряна, также она была потеряна между обучением и производством, ну, если говорить о нас, то в данный момент мы плотно работаем с технологической академией, в настоящее время идет работа над созданием программы производства в этом учебном заведении инженеров, технологов, непосредственно подготовленных для работы на молочных, ну, на нашем, ну, и, собственно говоря, на других предприятиях. Это требует проработки, требует изменения программ обучения, требуется, возможно, дополнительных преподавателей на те или иные темы, которые в настоящее время почему-то исключены. Ну, такая тяжелая, тяжелая работа. Актуальность обучающих программ, насколько она сейчас действительно отвечает тому, что кадры не отвечают? Сейчас нет. Человек, который, собственно говоря, приходит на производство, если раньше мы приходили, у нас, по крайней мере, базовые знания были такие, основательные, был пробел в практических вещах. То сегодня, начиная от базы и кончая практики, все это плохо. Ну, что есть, то есть, будем исправлять. Ну, а если говорить о пути, вот как для себя вы этот путь видите, сколько времени займет, скажем так, не то, чтобы глобальное какое-то движение, понятно, что это не в рамках одного взаимодействия с одним вузом, да, а вот... Понимаете, если это будет, назовем так, общегосударственное направление, и если предприятия, институты вовлекутся вот в это самое взаимодействие, не на бумаге, а на практике, вот, то это, во-первых, будет намного быстрее и намного эффективнее. но поскольку нам без специалистов никак, это проблема выживания предприятия, что бы там ни было, мы будем самостоятельно делать, будет дольше, сложнее, затратнее, но мы все равно будем в эту сторону двигаться. Я знаю, что совсем недавно, ну, относительно недавно, вы открыли совместно с ВГУИД небольшой экспериментальный научный цех по разработкам. Это был шаг в сторону обучения кадров? В том числе обучения кадров, научных разработок, производственных апробаций после научных обработок для подготовки внедрения это масштабированные выработки. Была давнишняя моя такая мечта, наверное, которую осуществил. это создание пилотного цеха для экспериментов, связанных получением ингредиентов различных, молока, и с тем, чтобы на этом оборудовании обучались студенты непосредственно применительно уже к производству. он на самом деле небольшой. Да, он небольшой, но он очень функциональный, где человек очень быстро в течение недели может понять, как работает очень большое предприятие, понимать, на какие кнопки даже нажимать, и что, какая кнопка за что отвечает, и, на мой взгляд, это очень хорошая тема, мы ее будем в дальнейшем развивать, как с технической, так и с научной стороны, ну, не исключена возможность, мы в дальнейшем с ВУИТом будем эту тему совместно делать, потому что, я думаю, это такая тема стратегического и сегодня, не только стратегического, но и сегодняшнего плана, где мы можем и готовить, и что-то придумывать, уже самостоятельно. То есть, получается, это такой небольшой шаг в сторону разработок? Это шаг в сторону разработок, это шаг сочленения науки и производства, это шаг с сочленением обучения и производственной деятельности, то есть, это вот такая конкретная вещь, которая сегодня, наверное, очень нужна. В начале нашего диалога вы затронули тему экспорта. Если работать на экспорт, то можно производить неограниченное количество молока. Как сейчас обстоят дела? Самое частое упоминание, естественно, в контексте Китая, как направление экспорта. Как обстоят дела у компании, в какую сторону сейчас смотрите? Безгранично производить ничего нельзя, потому что любая тема имеет границы. Просто перспектива развития, она очень большая, стратегически мы можем это дело планировать, если мы будем заниматься этим вещем. Ну, почему Китай? При всей объемности и численности населения китайский рынок очень сложный, потому что на сегодняшний день там присутствуют все. Помимо китайского рынка есть арабский рынок, есть северо-африканский рынок, есть рынок островной. Это Индонезия, Малайзия, вот эта страна. Поэтому мы не рассматриваем как базовый рынок Китай, мы рассматриваем в принципе все рынки. Теперь по поводу зачем и почему. У нас не настолько большое количество излишней продукции, при котором можно сказать, что мы вот нацелены и все, и больше никуда. у нас потребление молока ниже европейского и ниже, которое было в Советском Союзе где-то процентов на 25-30. Развитие внутреннего потребления при платежеспособности населения от этого никто не отменял. Да, собственно говоря, можно нацелиться на экспорт, можно нацелиться на экспорт, но при этом надо понимать, что можем получить вариант яиц. Я лично никогда не сторонник таких вот вещей, которые могут создать определенные ситуации, при котором начнут применяться регуляторные вещи, потому что, как правило, они применяются очень тяжело. Вот. Но нам нужен экспорт для понимания конкурентноспособности продукции на внешних рынках. Это основная тема, которую мы должны решить. Поэтому мы работаем и на китайском рынке, мы работаем и на арабском рынке, и мы работаем на северо-африканском рынке. Но очень ограничено и фактически, наверное, даже сдерживая эту тему. Так сложилось и, собственно говоря, это очень-очень исторически сложилось, что в России есть дефицит животных жиров, в том числе масла, и есть некоторый избыток белковой составляющей. Масляная тема экспорта этого вида продукции, она в настоящее время неактуальна. Ну, я имею в виду в серьезных масштабах, там пробовать можно чего угодно. А вот белковая составляющая в виде сухого молока, ингредиентов, это абсолютно реально, особенно период лета, когда все-таки какая-нибудь есть, есть сезонность. Поэтому как-то вот так. Собственно говоря, если вспомнить 10-15 лет назад, откуда возникла тема фальсификации масла и так далее, она выросла в том, что животных, жиров дефицит. Поэтому начали заниматься этими делами дабы, ну, соответственно, удешевев это. То есть, с одной стороны это неправильно, с другой стороны это, дескать, объективная реальность, почему это произошло. Если затронуть вопрос кооперации, который вы затрагивали раньше, вообще это вопрос очень такой, он очень широкий с одной стороны, потому что кооперация может быть абсолютно разная, с другой стороны сегодня звучит слово кооперация как некий механизм для выживания небольших хозяйств, которые имеют небольшое поголовье. Да, отличная тема, отличная тема, она может работать. Она не двигается как-то у нас в стране, все никак. Это как той песни, я хочу сегодня, я хочу сейчас, то есть все хотят почему-то быстро разбогатеть, заработать. Скоро сказка сказывается, и скоро дело делается. Поэтому это является психологическим тормозом. А что касается каких-то все-таки рычагов скажем так, помощи государства в этом, очень многие, когда мы задаем вопрос, нам говорят, что нету некой юридической базы для этого. неправда. Все есть. Нету желания. Нету желания. То есть, все-таки, скорее, это психологическое, это вот та память, которая была прежде, когда это все немножечко не получилось. Да. А какой путь все-таки? Ну, ведь это же объективно тот инструмент, который действительно мог бы помочь. Вот есть какой-то путь, который может как-то сдвинуть с места? Как всегда, есть эволюционный, есть революционный. Вот революционный это вот написать какой-то закон и загнать всех в одни штаны. Эволюционный. А есть эволюционный путь. То есть, в процессе развития внутригосударственного общества, производственных отношений и потребностей вот в этом взаимодействии, это как раз тот самый путь, по которому, я думаю, надо идти. Да, он долгий, но быстро мы хорошо не сделаем. Почему-то мы все время хотим все быстро и завтра. Мне кажется, это... Можно быстро и завтра все разрушить. Вот что мы и сделали. А создать быстро и завтра не получится. На это требуется по крайней мере не один год. Но я больше чем уверен, что эта тема будет развиваться. Она будет развиваться по-разному, может, в разных направлениях. Все зависит от того, насколько у нас фермерское движение будет фермерским, а не темы там укрывательства, налогов и так далее. Вот. насколько мы по уровню экономической грамотности, собственно говоря, и мы как большие предприятия, а не как маленькие предприятия, к этой теме подойдем. Но это абсолютно возможно, и там есть место, где могут зарабатывать все. Я могу пример сказать. мы, наверное, никогда не будем делать какие-то мелкие вещи, ну, допустим, какие-то козьи, сыры и так далее и тому подобное. Но, условно говоря, мы можем, если об этом будет какая-то договоренность, потребность, перерабатывать для каких-то предприятий, при каких-то условиях, продукцию для того-то и того-то. Темы кооперации, они безграничны. К ним надо просто подойти. А суть кооперации, если будет одновременно, синхронно, правильнее сказать, развиваться малый, средний, большой бизнес и нельзя допускать превалирования. Даже по большому счету монополизм, он очень сильно вредит во многих вещах. Вот, собственно говоря, почему молочная отрасль и технологически, и технически так быстро развивается, а отсутствие монополизма именно в переработке молока. И вы обратите внимание, есть и большие, и маленькие, и средние предприятия. Мы как-то уживаемся, слишком уж каких-то громких дел по там закрытию. А начиналось до чего? Две иностранных компании, они преобладали более 50%. Ничего никто не регулировал, само собой все произошло. И вот на сегодняшний момент это так. Вызывает серьезные опасения монополизация сетей. Фактически две сети, они захватывают более 50% рынка. Сегодня рассматривается закон увеличения в региональном присутствии более 25%. это еще один серьезный момент. Самое главное, как бы то ни было, опять от этого страдает покупатель. Потому что во взаимодействии с нами сети берут не то, что нужно покупателю, а что им удобно продавать. Если им удобно продавать продукцию с долгими сроками хранения, они их берут. Поэтому у нас на сегодняшний день реально свежая продукция вымывается из оборотов. правильно, это неправильно, ну, на это просто надо обратить внимание. И, я думаю, не давать расширения сетям, а пусть дальше развиваются и средние сети, и мелкие торговые организации, и рынки. То есть, это должно быть все вместе. Но ни в коем разе нельзя допускать. Иначе не будет развития ни перерабатывающего, отрасли, а торговля будет почивать на лаврах доминанта, но рано или поздно негативные последствия последуют. Ну, собственно, это когда вопрос о том, что мы не можем никоим образом скорректировать красоту дельту на оценке, которая есть, правильно? Абсолютно верно. Это мы не можем предложить товар, который нравится покупателю, но не нравится сетям, это исключено. Мы не можем контролировать их наценку, она иного раз доходит до 70%. Мы не можем влиять на какие-то снижения, повышения цен, которые они решают в свои внутренние задачи без учета. Происходят достаточно тревожные вещи, на которые следует обратить внимание. если смотреть в будущее и говорить про инвестиции, как сейчас вы смотрите на то, чем будете заниматься и во что в основном сейчас планируете вкладывать? Ну, наверное, не только я, а многие, если сегодня планируют вкладывать именно в перерабатывающую мощность. Это связано с несколькими вещами. в связи с уходом ряда иностранных упаковочных компаний, ряда компаний, которые сегодня перестали поставлять сюда оборудование для упаковки молочной продукции. Поэтому у многих предприятий эта тема реально возникла, потому что они начали терять рынок, он перераспределяется, потому что ну, как бы то ни было, мы намного сдемпфировали вот этот удар, потому что было чем, вот, но все равно как бы то ни было, удар этот был, вот, поэтому люди начинают искать параллельным импортом какие-то китайских, турецких производителей, индийских производителей, поэтому сейчас инвестиционный фон, он имеет место быть. Я не готов сегодня сказать о размерности, как он, ну, по крайней мере, фон есть, я общаюсь с коллегами, хотят одно, другое, мы то же самое хотим. риски очень большие, это проплата и невозможность этой проплаты, зачастую просто иностранные банки просто не принимают платежи, во-вторых, отсутствуют абсолютно юридические гарантии тех фирм, поставят или не поставят, или просто кинут, у нас собираются арестовать активы, а почему не присвоят чужие деньги, тут такие риски. Уровень качества оборудования, что есть в доступе, ну, оно на сегодняшний день не всеми до конца исследовано, потому что Китай очень здорово шагнул, смотрим мы на это дело, но есть какие-то чисто технические, технологические сомнения, хотя уровень производства оборудования молочного в Китае, то, что я видел, он превосходит европейские заводы, но это на глаз, какие там действуют стандарты, какие не используются материалы, мы это пока не знаем, если они такие же, как европейские, то я бы сказал, что это будет тема даже лучше Европы. Если это какая-то будет непонятная вещь, то оборудование стоит сейчас очень дорого и риски очень большие, поэтому с одной стороны есть потребность, с другой стороны есть гигантские просто риски, и каждое предприятие, в том числе, мы соизмеряем, в какую сторону идти, и что мы можем купить более безвредно, с меньшей технической, финансовой опасностью и так далее. Ну, то есть, если обобщить и подвести итог, то в целом, безусловно, переработка это то направление, которое сейчас является максимально интересным, но при этом, в общем-то, количество рисков там достаточно высоко. Высокое, и оно, к сожалению, не снижается, а только растет. Сегодня на полках в сетях все чаще встречается растительное молоко различного производства. много людей, которые пытаются его использовать. Кому-то там это необходимо по каким-то показаниям, кто-то просто экспериментирует. Вот как сейчас вы видите вопрос с тем, чтобы поддержать все-таки потребление именно молочных продуктов? У человека природой заложено потребление молока. И потребление молока это вообще достаточно природная вещь. Потребность и потребность. Это не только у людей, это у животных, у всех, у млекопитающих. Вот, это раз. Производство так называемых растительных заменителей, ну, во-первых, это совсем другое. Во-вторых, растительные белки, они и так потреблялись, необязательно делать из него молоко, можно потреблять в другом виде, там, в хлопьях и так далее. Ты получишь тот же белок. Наверное, это достаточно больше изначально некий маркетинговый ход, потому что ниша потребления молока очень большая, поэтому туда можно вклиниться. Ну, я так думаю, что это как вегетарианцы, это же тоже в свое время ну, сколько у нас вегетарианцев таких явных, ну, ноль-ноль процентов. Я не думаю, что где-то у нас это получит какое-то такое глобальное развитие, это своего рода некий маркетинговый эксперимент, ну, я вообще это считаю где-то рядышком с той самой зеленой повесткой, которая в Европе двигается. А как же все-таки сейчас маркетинговым, может быть, не маркетинговым, способом поддержать все-таки именно молоко? Значит, нет реально никаких вещей для реальной поддержки, в том числе молока, в том числе молока, это платежеспособность населения. Что бы мы с вами не говорили, можно рассказывать о рекламе, о полезности и так далее и тому подобное, но платежеспособность населения определяет в том числе в том числе и играет номер один роль в потреблении молока. И мы это прямо реально увидели. Вы посмотрите, потребление сыров чуть ли не на 15% прыгнуло. Это что значит? Это значит, сыр это продукт, который востребован, население его хочет купить, почему оно не покупало? А потому что у него не было денег и они экономили. С увеличением благосостояния людей, я так думаю, потребление молока будет расти очень серьезно, потому что изначально природно мы молокопьющая нация. Да, по сравнению с тем же Китаем, например. Мы молокопьющая нация и не только по сравнению, а природно. Ну вот если вернуться к вопросу о мировом каком-то мировом видении продуктов молочных, то я точно знаю, что на сегодня во многих арабских странах, в том числе, есть специальные программы государственные, которые поддерживают производство, в том числе производство, в частности, например, в Арабских Эмиратах производства молока. производство молока в Арабских Эмиратах при температуре 70 градусов, ну мы что хотим, коровий зоопарк делать, но там у них есть деньги, которые они могут это себе позволить. Мы тоже себе позволяем по поводу выращивания фруктов в Якутске и так далее. То есть это больше экспериментальная часть? Это имиджевая? Имиджевая вещь, скорее всего. Правильно вы сказали. Я даже затруднился сформулировать, что это такое. Имиджевая. Поняла. Хорошо, спасибо вам огромное за ваши ответы. Было очень интересно узнать ваше мнение и узнать то, каким образом вы смотрите на текущую ситуацию в отрасли. И вам спасибо. Обращайтесь. Всегда готов ответить. Субтитры 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 Субтитры